Музыка Но с экономическим ростом на самом деле какая история? Это ведь понятие сравнительно недавнее. До 19 века вообще слово экономический рост никак не употреблялось, и никто не понимал, о чем вообще тут идет речь. Почему? Ну потому что технологии никак не винились. И вот сколько делали, столько и делали. Крестьяне пашут, государство собирает с них налоги. Какой тут может быть экономический рост? Об этом никто не задумывался. И только в 19 век, когда вдруг страны начали сбокатеть, началась промышленная революция. Стали смотреть по сторонам и стали видеть, что ребята, вот мы ставим заводы, вот мы ставим на заводах станки, к станкам мы ставим людей. Ой, они начинают что-то делать, и это все больше и больше становится, это все лучше и дешевле. Но опять же понятие экономического роста не входило в оборот экономистов примерно до Великой Депрессии, когда вдруг все остановилось, все сломалось, и стали думать, а что это такое и как с этим справиться. Тогда появляется такой Саймон Кузнец, Нобелевский туреат будущий, естественно, Семен Кузнецов, он приехал из России, приехал в Америку. И этот Саймон Кузнец говорит, а давайте мы попробуем оценить вообще, что экономика страны производит. Не отдельное предприятие, не отдельная биржа, не отдельная корпорация, а что делает страна. И он придумал ВВП, он придумал оценить суммарно все, что страна делает. Давайте сложим все заводы, все газеты, все пароходы, все биржи, все деньги, и посмотрим, если у нас ВВП увеличивается, вот сумма всего этого, значит экономика идет более-менее в правильном направлении. Если у нас объем нашего выпуска, подсоединенный в реальных долларах, тогда еще в золотых долларах, снижается, значит мы имеем кризис, и государству надо с этим что-то делать, надо с этим как-то вмешиваться. Но, а дальше стали смотреть. Вроде бы все увеличивается, все стали делать, стали давать деньги, стали приспособились к теории Кейса, ее криво приспособились, сейчас о Кейсе отдельно расскажу. И что произошло? Уже где-то к середине 50-х годов стало складываться понимание, что экономический рост – это не просто объем выпуска продукции, а это увеличение богатства нации, это увеличение богатства, которое приходится на каждого члена общества. То есть важно не просто объем, сколько мы сделали, но и какими силами мы это сделали, сколько у нас человек задействовано в работе, и сколько они произвели. Появилась такая модель Саллоу, Роберт Саллоу, тоже нобелевский лауреат, который стал объяснять, каким образом мы соединяем капитал и труд, и с помощью объединения капитал и труд мы увеличиваем объем нашего выпуска. И есть такой замечательный экономист Алханан Хатман, который написал так называть его книжку «Загадка экономического роста», где он пытался разбираться, почему в одних странах рост есть, а в других странах роста нет, излагая вот эти различные теории. Ключевой какой был момент с моделью Саллоу? И за что ему, скажем так, возражали? В чем была проблема? Допустим, мы с вами подкрыли производство, мы в него вкладываем деньги, мы поставили станки, поставили конвейеры, поставили людей, все работают, делают. И чем больше мы производим, тем стоимость единицы каждой продукции оказывается дешевле, 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 дешевле. Больше производим, ну как Форд говорил, я продам автомобиль, классическая фордовская модель, я продам автомобиль любого цвета, если он будет черный. Я наделаю огромное количество дешевых автомобилей, каждый будет у меня за счет экономии на объемах, масштабах производства, и у меня будут больше, больше, больше производить. Но здесь мы задавали вопрос. Хорошо, отлично. А что будет, когда технология доведена до совершенства, когда дешевле сделать уже нельзя, и когда все мы завалили продукции. И тогда это будет демотивировать инвесторов. Зачем вкладывать инвестиции инвестор, владелец капитала? Он будет смотреть, так, я могу здесь заработать? Он скажет, а я не могу заработать. Здесь уже сделали столько, довели до совершенства настолько, что я не буду ничего вкладывать. Он говорит, зачем я забираю деньги? Это, кстати, как этим именно объяснялось кризис, вот как называлось, в марксистских даже учебниках, кризис перепроизводства 29-го года. В Америке сделали столько всего, с помощью конвейеров, что в какой-то момент на бирже перестали понимать, а имеет ли смысл вкладываться, удастся ли все это продать. У Форда в 30-е годы у него остановились продажи, потому что все, кто хотел купить Форд за эти деньги, такого качества, они все его купили. Все, больше никто не купит. А продавать на мировых рынках, продавать это по всему миру, еще не научились, еще не было выстроено вот этой глобальной торговли, чтобы расширять. А в Америке все купили, все купили, никто покупать ничего не хочет. Покупать никто ничего не хочет, значит, инвесторы не хотят вкладывать деньги. Зачем, если я ничего не заработаю? Стоп! Нет инвестиций, нет экономического роста. Никто не покупает новых станков, никто не нанимает рабочих, их наоборот все увольняют. Все, крах всему, начинается великая депрессия, никто не хочет работать. Но, вроде бы эта модель понятна, и экономисты стали смотреть, вот как развивается это все по вот этой модели САЛО. По идее, у нас должен быть следующий кризис, а следующего кризиса нет. Наоборот, после Второй мировой войны Европа, Америка начинают расти. Начинается все больше, больше, все богаче, все лучше. И вопрос, когда это все остановится. А у вас был вопрос? Вы говорите, никто не хочет работать. Рабочие-то хотят работать. Во время Великой депрессии у них просто места для работы нет. Места для работы нет, потому что никто не хочет инвестировать. Все хотят забрать свои деньги, те, у кого есть деньги, все хотят сидеть тихо при своих деньгах. Это, знаете, был такой замечательный анекдот еще в советское время, который объяснял, будут ли деньги при коммунизме. Значит, спрашивают, будут ли деньги при коммунизме у лектора. Лектор отвечает. Говорит, вы знаете, товарищи, это надо вопрос отвечать так. Так, китайские ревизионисты, нет, белградские, югославские тогда были ревизионисты, они считают, что при коммунизме деньги будут. Китайские догматики считают, что при коммунизме денег не будет. А Болитбюро подходит к этому вопросу. Диалектически при коммунизме у кого деньги будут, а у кого нет. И здесь та же самая идея. У кого деньги есть, они не хотят их тратить, потому что не понимают, как они на этом заработают. У кого денег нет, они хотят работать, они хотят их получить, но им нечего предложить тем, у кого деньги есть. Но по модели все понятно. Но это не подтверждается наблюдением. Мы видим, что экономика продолжает расти. И параллельно, в те же самые 60-е годы, происходит очень интересное наблюдение. Вот происходит освобождение Африки. И Африка становится самым модным континентом, гипермодным континентом. Просто все думают, что сейчас в Африке мы поставим станки, мы поставим этих замечательных, освобожденных от колониализма, замечательных африканцев, мы поставим их к этим станкам, мы сейчас сделаем могучую африканскую промышленность, все будет очень хорошо. И ничего не получается. И ничего не получается, никакой могучей африканской промышленности не получается, не получается никаких африканских заводов, газет, пароходов, Там, где есть в Южной Африке, где белые работают на рудниках и на горнобогатительных комбинатах, там что-то получается. Во всей остальной Африке не получается ничего. Ничего умнее, чем продавать свои ресурсы и покупать европейские какие-то товары, технику, роскошь и так далее. Ничего не придумают. Ничего не могут сделать. Хотя им туда ставили, Советский Союз туда валил им, ставил им конвейеры, ставил им горнобогатительные комбинаты, ничего не получается. Им клоняристы бывшие помогали, французы в своей бывшей французской западной Африке тоже старались им что-то построить. Ничего не получилось, кроме того, что из Нигерии качают нефть. Из Нигерии нефть получилось. Ничего сложнее трубопровода и качалок на танкеры, ничего не получилось. А Европа растет. А Штаты растут. А все потихонечку развивается. И тогда экономисты стали смотреть. Появился замечательный совершенно у них кейс. Стали думать, а давайте мы пересчитаем экономическую статистику на протяжении всего 20 века. В каких странах были подъемы, в каких были спады и с чем они могут быть связаны. И вот тут выясняется потрясающая вещь. Об этом Элханан Хелбман в своей книге пишет. Он говорит, ребята, что такое экономический рост, проще всего понять через очень простые цифры. Если благосостояние, приходящееся на каждого жителя страны, прирастает в год на 2%, то через 23 года, это жизнь под поколение, ваше благосостояние страны удваивается. А если у вас прирастает на 1%, оно тоже удваивается, но через 70 лет. То есть, если вы прибавляете в росте всего 2%, то на одном поколении вы увеличиваете национальное богатство вдвое. Если вы прибавляете в экономическом росте 1%, то вы за 3 поколения увеличиваете это состояние вдвое. Причем, когда говорят, ну как же так? Вот Америка растет, но там же есть богатые и бедные. Вот Европа растет, но там же есть богатые и бедные. Вот страна растет, но там все равно есть богатые и бедные. Ну какой же рост, если остаются богатые и бедные? На этот счет, наш замечательный экономист Константин Сонин, раньше Москва, сейчас Чикаго, объясняет. Ребят, экономический рост, это не то, что у вас стало под уличным. У вас больше денег, хотя это тоже важно. Или вы стали больше есть. Это означает, что может быть вы не стали больше есть, но вы стали есть чуть более качественные продукты. Может быть у вас стали чуть шире дороги. Может быть вы работаете меньше, вам не надо убиваться на 3 работах по 12 часов, вам уже достаточно 8 часов ходить на работу, и вы зарабатываете достаточную сумму, чтобы вы могли себя обеспечить необходимым каким-то минимумом и больше этого минимума, а оставшееся свободное время вы уже тратите на спорт, на здоровье, на развлечения, на интересные книжки. Вы начинаете покупать то, что вам нужно за пределами простого выживания. Вот это начинается экономический рост. Вот это распределение богатства, оно принимает вот такие формы. Не надо думать, что если у вас экономический рост, то это у вас нет в стране бедных. Бедные останутся, но эти бедные будут, бедные в растущей стране будут жить лучше, чем бедные в стране, которая отстает. Да? Ну, значит, экономический рост тесно связан с распределением богатства. Нет, не связан. В том-то и дело, что экономический рост с распределением богатства не связан. Это иллюзия. Это иллюзия, о которой мы еще отдельно будем говорить. Попытка перераспределить богатство, давайте перераспределим богатство и будет экономический рост, это ничего не получится. Эксперименты с этим перераспределением проводились самые разные, и не только был марксистский эксперимент. А хотя вот рост экономики, формальный рост экономики Советского Союза в 30-е годы, он и был встречен, был не перераспределением. Вернее, не тем перераспределением, не то, что у богатых отобрали, отдали бедным, а то, что крестьян поставили к станкам. И у нас промышленность, скажем так, экономика царской России, имперской, она была аграрная, настолько отсталая, что простое перекладывание, условно, крестьянского ресурса к станкам, конвейерам, которые привезли из Америки, кстати. То есть, это как Китай прыгнул. Привезли из Америки конвейеры, к ним поставили крестьян, у которых была альтернатива. Либо никакой еды в деревне, либо гарантированная еда на заводе около конвейера. Естественно, и это дало рост, это дало дополнительный прибыль. Но были и другие перераспределительные эксперименты, и у экономистов есть такой любимый кейс, он просто, знаете, как образцовый, который, ну, лучше ничего нет, самый такой наглядный. Это пример Швеции и Аргентины. Почему Швеция и Аргентина? Потому что это две страны, которые в 20 век все, что называется, проехали краем мимо мировых войн. Всегда есть какая проблема? Как только начинают обсуждать долгосрочный экономический рост за 20 век у стран, сразу начинаются оппоненты говорить, а как же война? А вот если бы не была войны, а вот если бы война была, а вот если бы у дедушки были, бабушки были бы колеса, она была бы дедушкой, да? И так далее. А у дедушки были бы колеса, он был бы трамвай. А здесь, им говорят, ребят, это страны, которые мимо мировых войн проскочили. И в начале 20 века вот это национальное богатство по душевому распределению распределение. И в Аргентине, и в Швеции оно было одинаковое. Они находились на одной совершенно планке по уровню национального благосостояния по душевому. И Аргентина была самая модная страна в то время. Все были уверены, что Аргентина это вообще лидер 20 века. Это была страна, которая росла очень быстро, которая в начале 20 века прибавляла по 5%. Когда посмотрели, пересчитали КВП задним числом по торговой статистике, смотрят, страна-то росла прекрасно. И самый главный показатель, туда ехали. Куда ехали европейцы, куда ехали нищие ландцы, куда ехали нищие итальянцы, куда ехали, там бежали из Российской империи. Куда ехали? Они ехали две страны, Штаты и Аргентина. Через океан. Аргентина это бескрайние черноземы, где три урожая можно собирать там в год. Это водные ресурсы, это выход к океану, открытое, теплое море. Все прекрасно. Какие проблемы? И, соответственно, достаточно образованное население, испаноязычное, которое, ну что, испанский мир, он тоже весь мир, вся Латинская Америка говорит на испанском, Европа говорит на это. В принципе, коммуникации все есть. Это никакого культурного барьера. В Аргентине прекрасные театры, в Аргентине прекрасное искусство, в Аргентине все хорошо. Модная Аргентина, прекрасная страна, начало 20 века. В Швеции, все, все, по-скорбю, но вполне старая европейская монахи, историческая, уже сто лет не воюющая, мирная, вот они. И в обоих мировых войнах Аргентина и Швеция прекрасно себя чувствуют. Одна продает воюющим сторонам железную руду, металл, это Швеция, другая продает воюющим сторонам хлеб и мясо. Это Аргентина. И все в порядке. Аргентина, правда, в 45-м году объявила войну Германии, но никаких войск там, это не Бразилия, они войск на фронт не послали. И вот эти две страны, где-то до 40-х годов 20-го века, они растут примерно одинаковыми темпами, и они увеличивают свое национальное благосостояние в два раза. То есть, они поднимаются. Все прекрасно. И заканчивается Вторая мировая война, Аргентина живет однозначно лучше, чем разоренные войной европейские страны. Она опять модная страна для эмиграции, она опять развивается, все прекрасно. И вот тут начинается самое интересное. Швеция, оставаясь нейтральной, потихонечку она начинает расти. Да, они строят там свое, как они называют, социальное государство, они начинают даже заниматься каким-то ограниченным распределением, причем не трогая собственность. Они не трогают собственность, они пытаются распределить через налоги, они создают какие-то институты развития, как им кажется, и Швеция потихонечку растет. А в Аргентине приходит к власти полковник Перона, который говорит, а я не буду ждать, а я не хочу сидеть, а мне не устраивает этот маленький экономический рост. Я хочу сразу, я хочу быстро, я хочу одним скачком обеспечить вот этот экономический рост. И у Перона находятся прекрасные, замечательные советники. В нем приходит такой Рауль Пребеш, аргентинский экономист, который был совершенно экономическим гуру, будущим на протяжении 30 лет следующего, который берет, на самом деле, он берет гитлеровский план развития национальной экономики, у Гитлера был 4-летний право развития немецкого народного хозяйства и пересказывает его до Перона в других немножко выражениях. Смысл заключается в плане этого в чем? Он говорит, почему нет экономического роста? А потому что враги. А потому что плохие американские монополии. Мы чем торгуем? Мы торгуем простыми продуктами. Мы торгуем хлебом, мы торгуем мясом, мы торгуем сырьем, а нам нужно высокие технологии. Лучше всего атомная бомба. Вот будет бомба, вот тут Аргентина заживет хорошо. А у нас есть еще беглые немецкие офицеры, генералы, все они с удовольствием сделают нам бомбу. Профессор Куртанг в Аргентине, знаменитый немецкий штурмовик Рудель в Аргентине, немецкие офицеры, ученые, они в Аргентине, они говорят, они сейчас построят могучую аргентинскую промышленность. Перрон говорит, а как же мы их будем строить? Перебежка говорит, вообще не вопрос, все очень просто. Значит, для начала нам нужно не пускать на наш рынок иностранные товары. Вот, чтобы здесь не было никаких иностранцев. Потом, нужно раздать правильным людям раздать деньги. У Аргентины колоссальный золотой запас. Третье, повелещение после Америки Советского Союза. Давайте мы дадим им золотой запас, чтобы у нас деньги есть, мы профинансируем нашу промышленность. Теперь смотрите, как классно. А наша промышленность на эти деньги все, что надо, нам сделает. Конкуренции у них не будет, увеличится сбыт. Помните, о которой мы говорили, модель Салова, о которой я говорил чуть-чуть раньше. О том, что с какого-то момента инвестор будет демотивирован тем, что продать он не может. Прямо, что он не будет демотивирован. Он все продаст. Мы закроем рынок для иностранных товаров. Раз. Мы раздадим дешевые кредиты ему там, где нет у него своих инвестиций. Мы сейчас дадим ему государственную у нас золотую запас. И они все замечательно начнут производить. Произведут нам бомбу и танки сделают, и самолеты сделают, и все высокие технологии все у нас будет, все хорошо. Это будет мощная промышленность, это будет импортозамещение, все прекрасно. И все друзья перона, услышав, что можно сейчас получить деньги за счет золотого запаса, они говорят, конечно, мы построим. Давайте закроем страну от иностранных товаров, давайте обеспечим главный сбыт. если будет военные заводы, пусть государство у нас покупает, деньги есть, мы все сделаем, у нас все будет хорошо. И пребеши они носят просто на руках. И перрон начинает все это делать. И вдруг оказывается поразительные вещи, что все, что они делают, аргентинцы не хотят покупать. Почему? Потому что это очень плохо, потому что это низкого качества. потому что если начинает государство даже говорит хорошо закупать у них какую-то технику, допустим, военную, то даже военные начинают говорить, так, вы знаете, если мы собираемся это покупать для армии, то вот, конечно, хорошо сделали аргентинский танк, или аргентинский корабль, аргентинский самолет сделали прекрасно, но они плохие, они мы не можем на них воевать, если дойдет дело до войны, то это все очень нехорошо, да, а там те, кто строит это все, они говорят, вы понимаете, чтобы построить хорошо, надо дорого, надо дать еще денег, а деньги заработанные на вот этой предыдущей торговле, они заканчиваются, пребеж говорят, надо напечатать, надо напечатать, чтобы заплатить рабочим, чтобы обеспечить там профсоюзом, рабочие тоже хотят, рабочие говорят, ребят, мы этого не хотим, покупать, значит, надо какие-то социальные пособия, и в 70-е экономика Аргентины совершенно разваливается, причем очень интересный момент, на который обратили внимание уже в дальнейшем, что вот это отставание, на которое накапливается, выяснилось, что за следующий полвек аргентинский экономический рост у них сменялось, потом отказались от них идти перон, объявили либерализацию от свободный курс, все в порядке, вроде бы как экономика запустилась и опять заработала, но выяснилось, что вот на этом периоде, на 50-летнем аргентинская экономика росла, в лучшем случае на 1% около того, а шведская росла на 2%. Сейчас разница в уровне жизни шведов и аргентинцев в 3 раза. То есть если с 2 страны они шли примерно параллельно, потом одна начала идти вот так, а вторая выросла вот так. Все, вот этот разрыв отбросил Аргентину назад, а дальше происходит та самая демотивация, о которой говорил соло, то уже на уровне стран. Потому что когда инвесторы смотрят и говорят так, ребята, вот здесь страна тормозила, 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 а здесь страна развивалась, 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 развивалась. Под кому и под какие проценты я дам деньги более спокойно? Там, где шел постоянный рост, я больше уверен в своих деньгах. Я даю деньги под другой процент, на других условиях, да, намного легче. Если я даю деньги туда, я уже посмотрел, как вы работаете. Ребята, Сто лет у меня есть статистика. Я не очень хочу с вами иметь дело. То есть, дед, я, конечно, дам, но я день там деньги чуть дороже, чуть на других условиях, чуть какие-то у вас будут проблемы, я их сразу потребую забрать обратно. Потому что я вам уже не доверяю. Такая репутация складывается годами. И ключевой момент. А почему же получилось? Ведь, в принципе, тот же Пребеш, он делал, нельзя сказать, что он был глупый человек, он делал все как по учебнику. Он пытался соединить капитал и труд и поставить производство в выгодные условия. Он же хотел как лучше, очень важно. Он ведь никак не предполагал, что аргентинская экономика рухнет. Он действительно хотел сделать как лучше, считая, что если мы освободим бизнес от конкуренции нашей, то он сделает прекрасные товары. И государство только ему немножко поможет. Он говорил, не надо ничего конфисковывать, не надо перераспределять. Очень важно. Надо просто создать для бизнеса комфортные условия без каких-то проблем. А вот то, почему комфортные условия без проблем для бизнеса, искусственного его ограничения и какие-то защитные тормозят экономический рост, вот это уже объяснил Пол Ромер, который сейчас получил Нобелевскую премию только что. Что сказал Пол Ромер? Он сказал, а откуда вообще берутся технологии? Вот мы говорим, почему у нас появилась новая технология? Ее просто придумал гениальный ученый, потому что ему так захотелось? Или государство, такой гениальный чиновник, ему поставил задачу, а ну-ка мне изобретить, построим мне, как в сказке, построим мне Хрустальный дворец, построим мне Золотой мост, построим мне там самолет? Как это вообще происходит? И Ромер доказал, что, ребята, главным заказчиком на новую технологию является бизнес, который, действуя в условиях конкуренции, снижает свои издержки не за счет наращивания капитала, не за счет вложения в старые технологии, не за счет привлечения все большего количества людей, а за счет того, что он ищет новые технологии, новые инструменты для того, чтобы начинать запускать производство. И в чем появляется рост? Что объяснил Ромер? Смотрите, если вы производите, начинаете производить какую-то вещь, ну, пускай это будет гайка, вы начинаете производить гайку. Стоимость каждой гайки вы все равно не можете снизить до нуля. Все равно она будет стоить какую-то, пусть в ноль тысячную копейки, но это будет не ноль. Почему? Потому что есть металл, есть издержки, есть люди, которые ее точат, есть робот, который точат, есть электроэнергия, есть производство. Технология, когда создается, что такое технология? Технология, это, в принципе, алгоритм, это последовательный шагов, как делать тот или иной продукт. Это технология. Правильно? Технология, появившись один раз, создать технологию, это очень дорого. Но когда технология создана, она уже не стоит, себестоимость ее, да, вот расходы на ее создание, с каждой следующей, на ее тиражирование, они уже не стоят ничего. Она появилась, она опубликована, все, каждый может, воспользовавшись этой технологией, воспользовавшись этим открытием, сделать, собрать что-то свое. Поэтому Ромер говорит, там, где, почему очень важны патентные права, почему очень важна защита интеллектуальной собственности, почему важна монополия, даже фактически возникает монополия на какое-то изобретение, потому что это мотивирует людей, это мотивирует всякие светлые головы что-то придумывать, потому что он понимает, что придумав это, он может одним махом стать миллионером, он может разбогатеть, или там облагодеть свое человечество. Но люди, которые начинают вкладываться в науку, они понимают, здесь можно, здесь может выставить огромные деньги. И Ромер приводил свой замечательный такой пример, да, он говорил, вот представьте себе, есть золотоискатель, вот один человек, он пришел там на Аляску, в Калифорнию, и он промывает там золотой песок. Насколько велик шанс на то, что этот один золотоискатель найдет золотую жилу? Этот шанс ничтожный, он там 0-0-0-0-0 какой-то там процента. А представьте себе, придет 100 тысяч золотоискателей, они вместе начнут копать, 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 искать. Насколько велик шанс, что кто-то один из них, вот из 100 тысяч, найдет золотую жилу? А вот здесь шанс очень велик, потому что мы на это поле запустили огромное количество мотивированных людей, которые днем и ночью роют, просеивают, ищут золото. То же самое и технология, говорит Ромер. Если мы создаем условия, при которых тысячи, тысячи людей начинают думать над какой-то проблемой, десятки тысяч людей начинают им помогать, то же с другой стороны, тысячи инвесторов, потенциальных людей начинают им давать какие-то деньги, поддерживать их для того, чтобы в расчете на какой-то успех, что что-то, бах, появится, вот шанс на то, что появится новая технология, новое право на открытие, он очень велик. И вот эта мотивация, так называемый, сформулированный, эндогенный экономический рост, вот эта мотивация людей создавать технологии, их применять и развивать, это и есть мотор вот этого экономического развития страны. Мы должны иметь механизмы, которые мотивируют людей на создание вот этих новых технологий. Там, где эти мотивационные механизмы существуют и закреплены в каких-то общественных институтах, там будет рост. Там, где этого нет, там роста не будет. Но ведь народы различаются и по своей квалификации, и по предприимчивости, по склонности к предпринимательству, по склонности к изобретательству. Так что одни заведомо, видимо, будут расти, а другие стагнировать. На эту тему есть замечательная, есть книга о Семоглу, Робинсона Why Nations File, почему одни страны богатые, одни нации богатые, а другие нет. Есть критика на эту книгу со стороны Джареда Даймонда. Джаред Даймонд, он автор тоже бестселлера Ружья, микробы, сталь, где он объясняет, что, ребята, кому как повезло. Вот вам повезло родиться на берегу с плодородными почвами в такое-то время, у вас будет все хорошо. А вот вам не повезло, у вас будет все плохо. Не потому, что вы дураки, а потому, что у вас так обстоятельство сложилось. Есть две критики. Но Семоглу и Робинсон они именно доказывают, сравнивают. Они берут страны, в которых, в принципе, они схожи по ментальности, схожи по своей истории, схожи по каким-то практикам. И смотрят, где какой идет у них рост, где идет, где нет. Вообще, в принципе, о том, что одни народы приспособлены к экономическому развитию, к росту, а другие нет, об этом еще прекрасно писал Гристаф Лебон. У него есть гениальная психология народов и масс, у него есть гениальная психология социализма, это фундаментальные работы, на которых выстроилось то, что мы называем социальной психологией потом, где Лебон говорил, что англосаксонская раса приспособлена к этому. Почему? Потому что там все делается через собственную инициативу. Вот там отключать американцу, если им что-то надо, ему не придет в голову даже обращаться к правительству. Он найдет своих друзей, каких-то своих знакомых, посчитает необходимые расходы и это сделает. А представитель там латинской расы, латинской империи, он будет ждать, сидеть, пока прикажут начальник, дадут деньги, вот придет там посланец короля, прикажут, строите мост. Его прекрасно все построят. Сразу. А если пока не прикажут посланец короля, и не построят, будут ждать. Значит, эта тема может быть совершенно, скажем так, неисчерпаемой для обсуждения, но пока мы что видим? Там, где начинается появление так называемых инклюзивных институтов, мы о них отдельно говорим, там, где народ получает возможность защищать свою вот эту интеллектуальную способность, права, и какие-то вещи появляются вот это, там начинается рост, потому что появляется мотивация этим заниматься. И вот ключевой момент, который у нас они понимают, и который объясняли, который говорил и Ромер, который говорит Константин Сонин, который говорю я, и что, когда мы говорим об экономическом росте, люди все время путают две вещи. Есть бизнес-цикл компании. Есть бизнес-цикл компании. Компания растет, компания падает. Компания растет, компания падает. По разным причинам. Ну, менеджер ошибся, или наоборот, получили удачный заказ, или там появился конкурент. Да, это нормальная система, такая зубчатая пила. А экономический рост, это не бизнес-цикл компании. Что происходит, когда государство говорит, о, у нас есть компания национальный чемпион, какая-нибудь там западно-африканская нефть, неважно, или там центральная, там, папуасские стройки, совершенно не важно, как она называется. Это наш чемпион, мы дадим ему денег. Мы хотим его развить. Компания разовьется. Все будет хорошо. Статистический ВВП страны вот на коротком этапе поднимется. Ну, как же, дали деньги, компания что-то сделала, статистики ВВП это показалось. Но это не экономический рост. Это временное улучшение бизнес-цикла одной отдельно взятой компании. Завтра у вас этого результата не будет. Это как со спортом. Один человек приходит в зал, он тренируется, он поднимает штангу каждый день, или через день, потихоньку, поднимает, прибавляет, понемножку. Другой пришел, он пришел в зал, он укололся стероидами, он принял таблетку, он он даже может быть один раз вытолкнет вес больше. Но завтра он уже не сможет. Почему? Потому что тут болит, тут плохо, тут не получилось, тут нет мотивации. Постоянное развитие, прибавление вот этого национального богатства на душу населения существует только там, где у людей существуют мотивации постоянно внедрять новые технологии и усовершенствовать свою жизнь. Причем на массовом уровне. То есть без массового вовлечения вот в этот процесс большого количества людей ничего не получается. Потому что остальные будут... Почему бы опять же погорела Аргентина? Потому что любой здравомыслящий менеджер такой компании, он говорил, получив вот эти государственные субсидии, получив свободный рынок для своих товаров, получив гарантированный заказ, он говорил, что я дурак? Какие технологии мне тратить? Вы что, ребята? Нам нужно сейчас. У нас вообще в компании счастье. Нам добрый полковник Перрон дал кучу денег, выгнал иностранных конкурентов, мы заработаем сейчас, мы сейчас заработаем, мы потерем. А зачем мне покупать технологию, у меня все хорошо, нет никакой мотивации, я ничего не думаю. И если он в этой ситуации даже приходит и говорит, найдется какой-нибудь менеджер, там, креативный, который скажет, ребята, нам надо купить технологию, нам надо нанять ученых, надо разработать. Ему скажут, ты что, дурак? Чем мы будем тратить нашу прибыль непонятно на что, когда у нас сбыт идет и так? Вот если бы он сказал, ребята, у нас сбыта нет, если мы не исправимся, тогда да, тогда у владельца, у собственника, у всех инвесторов появляется мотивация. Если этого нет, не будет ничего, все будут сидеть ровно, спокойно, вот так вот, сложа руки, ничего не делать. Бизнес-цикл компании, который можно оживить за счет государственных инвестиций, и экономический рост нации, который является результатом таких солидарных усилий множества людей, которые пытаются улучшить свою жизнь, это разные вещи. Спасибо.